Добрый день, друзья! С вами канал Стань Студентом. Сегодня поговорим о том, когда нужно приступать к выбору профессии. А когда еще можно спокойно и беззаботно поиграть в футбол? Хотя в футбол можно играть беззаботно всегда. Поехали! Мы получаем комментарии от ребят, которые обучаются в 5, 6, 7 классе. Они пишут такие комментарии. О боже, зачем я это смотрю? Зачем мне это нужно? Но это хорошо, это похвально, что они в таком возрасте начинают задумываться о своем будущем и уже смотрят видеоролики на эту тему. Но все-таки, наверное, это очень рано. Еще есть то самое время, когда можно полностью погрузиться в школьную жизнь, когда можно не думать о своем далеком будущем, а пока жить настоящим, хорошо стараться учиться, гулять, отдыхать, заниматься спортом, жить настоящей школьной жизнью. Также не стоит к этому вопросу подходить слишком поздно. Например, выпускники 11 класса, те, кто не знают, куда поступать, не знают, какая профессия им нравится. Соответственно, они хаотично выбирают набор ЕГЭ, сдают какие-то ЕГЭ, не понимают, что с ними потом делать. Приходят в учебное заведение и вдруг оказывается, что с этими ЕГЭ вообще поступить никуда невозможно. Поэтому лучше этих ситуаций избегать. Самое оптимальное время, по нашему мнению, все-таки для выбора профессии, когда об этом стоит начинать задумываться, но не принимать окончательных решений, а только начинать задумываться. Это восьмой класс. Почему? Потому что в восьмом классе у вас есть много, достаточно много времени, чтобы хорошо подумать, посмотреть профессии. То есть вы сможете, выбрав какую-то профессию, либо какой-то перечень профессий, вы сможете понимать, стоит ли вам идти дальше после девятого класса в десятый класс. Или, может быть, стоит пойти в колледж. Это даст вам возможность правильно подойти к выбору набора ОГЭ. Вы два ОГЭ сдаёте обязательными и два ОГЭ есть у вас по выбору. Соответственно, в зависимости от привязки, какая профессия вас интересует, либо колледж вам нужен, либо десятый класс вам нужен, вы будете выбирать тот набор ОГЭ, который вам необходим. Вы сможете заранее готовиться к определенным предметам. Также возможно, что вы эти предметы выберете и будете сдавать на ЕГЭ. Соответственно, в десятом, в одиннадцатом классе правильная подготовка, правильная сосредоточенность на конкретных предметах позволит вам более эффективно подготовиться к ЕГЭ. И, соответственно, у вас будет больше шансов поступить в тот вуз, который вы хотите, и получить ту профессию, о которой вы мечтали. Но почему в восьмом классе всё-таки только стоит задумываться? И, наверное, нет смысла ещё принимать окончательное взвешенное решение. Потому что сейчас в том ритме, в котором мы живём, очень многие профессии меняются. То есть, что-то уходит, что-то появляется новое. В данный момент бурлят настроения, связанные с развитием IT-направлений. Их большое количество. Нужно уделить много времени, внимания, чтобы разобраться, кем нужно и кем вам захочется стать. Всё это нужно изучать. В восьмом классе у вас будет достаточно времени, чтобы вы могли при том, что вам понравятся какие-то определённые профессии, вы можете уже начинать смотреть, в какие учебные заведения вы можете поступать. Вы можете потихонечку начинать уже дружить с этими учебными заведениями, ходить на подкурсы, на различные творческие мероприятия. И постепенно знакомиться с разными профессиями. Это даст вам какие-то некие представления, кем вы можете быть, как вы сможете работать, какая зарплата у вас будет, где вы будете жить, в каком городе вы будете работать. То есть, всё это потихонечку, по кирпичику, каждый год, каждый месяц, мероприятие за мероприятием, у вас будет формироваться общее понимание. В восьмом классе это то золотое время, когда вы можете успеть всё. Вы просто свернёте горы по пути к выбору правильного направления, правильной профессии. Никто, кроме вас, не может точно сказать, кем вам быть. Почему? Потому что каждый наш зритель, каждый выпускник школы, каждый выпускник 11 класса колледжа, вы все уникальны на 100%. У каждого свои какие-то стартовые возможности, которые вы можете применять. У каждого свои родители с набором опыта, хорошего или плохого. Поэтому это очень сложная дорога, каждый должен её пройти сам, у каждого свой путь. Вот в восьмом классе, если вы это начнёте, то вы, первое, успешно сможете подготовиться к выбору 10 класс или колледж. Соответственно, если вы выберете 10 класс, вы сможете правильнее сделать выбор по ОГЭ. Далее вы эти же предметы можете выбрать на ЕГЭ. И если успешно будете готовиться, то сможете поступить на бюджетное место в классное учебное заведение, в классный современный университет. Также важно понимать, что у вас есть время напередумать. То есть вы можете собрать определённую информацию о профессии и можете понять, что это не ваше, вам это не подходит, что вы ошибались. Ваши взгляды могут меняться, это нормально, это хорошо. Чем больше у вас будет разных мнений по разным профессиям, тем вам же будет проще. Также плюсом восьмого класса является то, что вам не обязательно гнаться за какими-то высокими результатами. У вас есть время спокойно подумать, чтобы когда вы перейдёте в девятый класс, уже там наседать на какие-то определённые предметы. Мы рекомендуем ко всем предметам относиться внимательно, чтобы ваш балл в аттестате был как можно выше. В восьмом классе вы также можете понять, что какие предметы у вас просели. Вы можете спокойно начинать подготовку по всем этим предметам. Да, я понимаю, бывают ситуации, когда все тройки. Ну что, нужно брать себя в руки, думать, как это сделать, заниматься дома самостоятельно. Сейчас очень много вариантов, как можно настроить подготовку к ОГЭ, к ЕГЭ. Просто к какому-то предмету дома самостоятельно, не прибегая к помощи репетиторов. Да, всё это реально. Главное – ваше желание. Но о том, как правильно выбрать профессию, как правильно об этом думать, как правильно действовать, схема выбора профессии есть на нашем канале отдельное видео, ссылка будет в описании к этому видео. Если у вас есть некий спор с родителями, кем лучше стать, то об этом тоже стоит правильно поговорить. И тоже отдельное видео на эту тему у нас будет. Очень важно перенять опыт родителей, либо не наступать на те же самые грабли. Нужно использовать и негативный опыт, который есть у ваших родителей, чтобы вы смогли обойти какие-то профессии стороной. А может быть, наоборот, вы возьмёте положительный опыт работы и сможете его использовать и пойдёте по стопам ваших родителей. Если всё-таки в пятом классе, в шестом, в седьмом есть огромное желание разбираться с профессиями, вы чувствуете, что вы уже созрели, вам хочется чего-то нового, то классно будет, если вы пойдёте, сходите на работу к вашим родным, близким. Посмотрите, как они работают, в каких условиях, что они делают, чтобы у вас это было в форме игры. У вас там не будет никаких обязанностей, но вы сможете посмотреть, первый взгляд какой-то вы обязательно свой получите. Может быть, вы будете где-то сидеть рядом на входящем потоке, где ваши родные, близкие обслуживают огромное количество людей на входящем потоке, которые что-то регистрируют, что-то выдают, какие-то документы, консультации. Может быть, вы попадёте где-то на производство, если вас пустят туда, обязательно это нужно делать с разрешения руководства. Но это даст вам огромное представление. То есть, мало просто взять компьютер и посмотреть информацию в компьютере. Этого мало сейчас. Мало посмотреть ролик на канале «Стань студентом». Нужно взять и пойти и посмотреть, что же там происходит, в каких условиях приходится человеку работать. Сможете ли вы так работать весь день? У вас уже будет формирование. Вы поймёте, ваше это или не ваше. И на выходе, конечно, неплохо знать, сколько в итоге вы будете получать, какая у вас будет зарплата. Что вы за эту зарплату сможете себе позволить? Купить машину? Снять классную квартиру? Или вы будете довольно-таки скромно жить? Это всё зависит от того, какую профессию вы выберете. Важный момент, на который стоит обратить внимание. Если вы чётко выбрали в восьмом классе, в девятом классе профессию, и вы точно знаете, куда вы пойдёте, в какое учебное заведение, важно не снизить подготовку по другим предметам. То есть, возможно, вы понимаете, что вам нужно налегать на какие-то 3, 4, 5, 6 предметов. А остальные просто вообще не будете учить. Это неправильно. То есть, вы свою общую подготовку не ухудшаете. Да, нужно, конечно, больше внимания уделять тем предметам, которые нужны для поступления, для того, чтобы вы могли получать профессию в колледже, либо в вузе. Но в целом, не снижайте внимание ко всем остальным предметам. Также к ним продолжайте хорошо, успешно готовиться. Даже если у вас не получается выбрать профессию в девятом классе, в десятом, в одиннадцатом, в колледже не получается выбрать профессию, хотя вы уже там на какой-то специальности учитесь. Даже бывают такие ситуации, когда человек поступил в вуз, и в вузе, проучившись 4-6 лет, не понимает все-таки, куда ему идти на работу, что его, а что не его. Да, такие ситуации тоже бывают. Но это означает, что никогда не поздно задумываться о том, кем все-таки быть и какая ваша ниша в этой жизни. Обязательно задумывайтесь о профессии, даже после того, как вы закончите учебное заведение. Огромное количество людей, после того, как получают первое высшее образование, приходят в вуз и получают второе высшее образование. Учатся заочно, да, совмещают работу, семью, обучение это тяжело. Но все-таки жизнь развивается, все меняется. И очень неплохо, если у вас получается примерно раз в 5 лет менять свою профессию, что-то новое открывать. Это делает вас более ценным сотрудником, вы будете более многогранны и также сможете понимать, что вам ближе, что вам по душе. Поэтому ничего страшного, если вы не знаете, кем стать, это придет со временем. Друзья, напишите в комментариях, в каком возрасте, либо в каком классе вы начали задумываться о выборе профессии. Если вам было полезно это видео, ставьте лайк, отмечайте колокольчик, чтобы не пропускать новое видео. Обязательно нажимайте кнопку подписаться и не забывайте играть в футбол. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok